Привет, дорогие друзья! А мы продолжаем наше занятие по учебнику Spotlight 6 класс. И сегодня мы берем модуль 6. Тема нашего сегодняшнего занятия – free time – свободное время. Очень даже приятная тема. Look at the pictures. Посмотрите на картинки. Which of these do you do or don't you do every day, every week, every weekend and on holiday? Что из этих действий вы делаете каждый день, каждую неделю, каждые выходные и на каникулах или в отпуске? Read books – читаю книги. Go windsurfing – занимаюсь windsurfing. Meet my friends – встречаюсь с друзьями. Go cycling – катаюсь на велосипеде. Paint – рисую. Play computer games – играю в компьютерные игры. Или go fishing – хожу ловить рыбу. As for me – что касается меня. I read books every day – я читаю книги каждый день. I meet my friends every week – я встречаюсь с друзьями каждую неделю. I go cycling every weekend – я катаюсь на велосипеде каждые выходные. And I go fishing on holiday. И я хожу ловить рыбу, когда у меня отпуск или каникулы. Now it's your turn. Теперь твоя очередь. Write down – запиши внизу под видео. What do you do every day, every week, every weekend and on holiday? Что ты делаешь каждый день, каждую неделю, каждые выходные и когда у тебя каникулы. А сегодня мы возьмем новые выражения. To begin on, to be fond of, to be interested in. Чем-то увлекаться, любить что-то делать. Что объединяет все эти выражения? А то, что после них ставится глагол с инговым окончанием. И не забывайте, что в глаголах с to be мы меняем частичку to be в зависимости, глагол to be в зависимости от подлежащего. I am. He, she, it, is. We, you, they, are. I am keen on. He is fond of. We are interested in. Давайте же выясним, кто чем интересуется, кто чем увлекается и кто что любит делать. Итак, what are you interested in? Чем ты интересуешься? I am interested in painting. Я интересуюсь рисованием. What are they keen on? Чем они увлекаются? They are keen on taking pictures. Они увлекаются фотографией. What is he fond of? А что он любит делать? He is fond of acting. Он любит актерское мастерство. What are you into? Чем увлекаешься ты? I am into traveling. А я люблю путешествовать. Что это за такое выражение, спросите вы? У нас его не было в списке. To be into. Это одно бонусное выражение, которое я вам даю от себя. Когда-то на уроки ко мне пришла ученица и говорит. Знаете, я переписываюсь с иностранцем в чате. И он задал мне вопрос. What are you into? Что он от меня хочет? Так вот это выражение означает то же самое, что предыдущие три выражения. Чем-то увлекаться и что-то любить делать. А почему это выражение используют в чате? Как вы думаете? Да потому что оно короткое. И люди сейчас при общении стремятся сокращать слова и выражения, чтобы не тратить много времени на правописание. Now it's your turn. А теперь твоя очередь. Напиши внизу. What are you interested in? What are you keen on? What are you fond of? And what are you into? Теперь ты знаешь, что это за выражение. А мы возьмем еще несколько глаголов, которые рассматриваются в этом уроке. To be mad about something. С ума сходить по чем-то. То же самое. To be crazy about something. They are mad about playing computer games. Они с ума сходят по игре в компьютерные игры. Я думаю, что любой современный мальчик или девочка, любой школьник мог бы сказать это выражение. I am mad about playing computer games. Я с ума схожу по игре в компьютерные игры. To be good at. Быть в чем-то хорошим. Можно то же самое сказать. To be bad at. Быть в чем-то плохим. She is good at drawing. Она хороша в рисовании. Pay attention. Обратите, пожалуйста, внимание. Paint – это рисовать красками. А draw – это рисовать карандашами или акварельными красками. А paint – это рисовать масляными красками. И сегодня мы возьмем еще одно явление в английском языке, которое называется gerundi – gerund. Такое название. А это всего лишь навсего глаголы, после которых второй глагол идет с инговым окончанием. Итак, это глаголы любви и глаголы ненависти. Like – love – enjoy. Like – нравится. Love – любить. Enjoy – обожать. Dislike – не нравится. Hate – ненавидеть. Can't stand – не могу терпеть. I like reading books. Я люблю читать книги. I love watching TV. Я люблю смотреть телевизор. I enjoy traveling. Я обожаю путешествовать. I dislike talking to rude people. Но я не люблю общаться с грубыми людьми. I hate going to the theater. Ненавижу ходить в кино. I can't stand drinking hot milk. Не могу терпеть пить горячее молоко. Когда же мы рассказываем о he, she, it, он, она, оно, не забывайте во времени present simple добавлять глаголы в окончание s. My mom likes laughing. Моя мама любит смеяться. My sister hates washing. Моя сестра ненавидит мыться. My hamster enjoys eating cheese. А мой хомячок обожает есть сыр. Кстати, у меня действительно есть хомячок, и он действительно обожает есть сыр. He can't stand going to school. Он не может терпеть ходить в школу. К сожалению, каждый ученик, который ко мне приходит, рано или поздно говорит, I can't stand going to school. Я не могу терпеть ходить в школу. Когда же мы вырастаем, мы говорим, как было бы классно пойти сейчас в школу поучиться и не иметь всех тех проблем, которые мы имеем. Так говорят взрослые. Итак, our lesson is coming to the end. Наш урок подходит к концу. Что я жду от вас? Я жду от вас внизу, что вы мне напишите свои примеры. What are you keen on? What are you interested in? What are you fond of? What are you into? Теперь вы знаете это выражение. What are you mad about? What are you good at? What do you like doing? What do you love doing? What do you enjoy doing? What do you dislike doing? What do you hate doing? What can't you stand doing? Чего вы не можете терпеть делать? And don't forget to put like to this video. И не забывайте ставить лайки этому видео. And I'm waiting for you in the next video. А я вас жду в следующем видео. Bye! See you!